Комитет рабочих Комитет рабочих Комитет рабочих И если они будут с combo Комитет рабочих И если они будут соединяться сейчас И обсуждать свои вопросы То они, по крайней мере, являются то, что сейчас есть Ведь вы, наверное, прекрасно понимаете Что есть союзы предпринимателей И работодателей Они постоянно собираются И для них нет никакой проблемы с действием. Я думаю, что проблема купить железнодорожные билеты для них это не проблема. А для многих рабочих это не так просто. И поэтому содействовать такому сбору могут только какие-нибудь организации, общественные или политические, профсоюзные организации, которые озабочены тем, чтобы рабочие не изолировались. Если какое-нибудь предприятие или какой-нибудь профсоюз, думает, что он добьется большим успехом, изолировавшись от всех остальных, это они глубоко ошибаются. Все предприятия, которые выигрывали, это и диспетчеры, это и докеры, они максимальных высот достигали тогда, тогда они участвовали в общей борьбе и строили эту общую борьбу. Например, пример. Вот, например, был такой Арсененко, вице-премьер, который с помощью своего сына направлял в Балтийский порт все грузы, которые должны были обслуживаться в наших портах российских. И вот, по решению Российского комитета рабочих, по всей России, была конфликтивная реакция. Заводские гудки включены на несколько минут, не больше, чем на 10 минут, и гудки, перегрузочные техники. А железнодорожники гудки в 9 часов. Железнодорожников потом стали вызывать и спрашивать, а что это вы делаете? Как что делаете? Мы проверяли, как эта техника работает. А что дальше? Что мы можем по этому поводу сказать? Короче говоря, журналисты писали, журналисты не будут никакие логические вопросы или вопросы класса, которые будут разбирать, буржуазные. А события они будут описывать и переописывать. И уже стали писать, что Комичок, первый заместитель председателя портал комитета, сказал, что товарищ Сталин такого общенника расстрелял бы на месте. Уже это писали. Даже Комичок удивлялся, что он такое говорит. Ну, во всяком случае, сняли этого общенника, и больше его знать никто не знает. И выбрали его историю. И сопримерили. Ну, вот в последнее время, в каком-то плане, измельчало профсоюзные движения. У всех уверяются в своих мелких задачах. И задачи такие, которые сводятся к тому, чтобы вернуть нам на год то, что отняли за год. И все. То есть вернуться на тот уровень, который был в прошлом году. Никакой борьбы за улучшение положения. Никакого движения вперед. Даже каких-то элементарных вопросов нет. И это поразительно, что наши лучшие товарищи, такие как товарищи из Росфронта, они серьезно доказывают, что это все-таки крупный, великый и хороший. Хотя совершенно понятно, что и ЛДПР, и КПРФ, и Справедливая Россия это тоже поддерживают. Потому что это не затрагивает никаким образом прибыль. Ведь никто же не требует ни на копейку улучшить, чтобы повысить зарплату. Не на копейки, не копейки на рубль. Хотя Ленин критиковал за оппортунизм тех, кто добивался, как пыльца, ничтожных подач, только копейки на рубль. И придавал крупный класс свой интерес. И особенно надо бы свои, так сказать, основные интересы выставлять в период выбора. Потому что в это время можно поставить палатки, можно в ходе сбора подписей. И бог с ними, чем они находятся в сборах подписей. И в ходе сбора подписей развернуть самые свои главные программные задачи. Этим вот товарищи не воспользовались на выборах. И поэтому они удивительны. Даже не записан был абсурд, если наши депутаты придут в классе. Вот надо написать, если наши депутаты придут в классе, мы вот трудовой кодекс будем предлагать, который разработал фонд рабочая академия. Приведем. Будем предлагать законопроект о 60-часовом рабочем дне. Мы будем предлагать сразу минимальную зарплату вывести не на уровень, только МРОТа. МРОТа вывести на уровень прожиточного минимума и сделать два прожиточных минимума. Пенсию увеличим двое, зарплату втрое. И сразу экономика оживится, потому что будет спрос. Спрос потребует предложения и так далее. Потом национализация предприятий. Когда еще говорили? В самое время наши депутаты предложат национализировать предприятия и так далее. То есть я хочу сказать, что без таких вот органов, как Российский комитет рабочий, который вырабатывает какую-то общую политику борьбы, невозможно добиться серьезных успехов. Причем это еще и потому, что сами работодатели следят за своими коллегами. И говорят, если вот вы повысите своим рабочим, мы вам настучим по голове. Поэтому надо это тоже понимать. А ну когда есть общее движение, тут уж, как говорится, вроде как, могут оправдаться эти работодатели. Я говорю, что я мог сделать? Была дабастовка, надо было что-то как-то решать, иначе сейчас нет возможности. Не умеет применять право на дабастовку, которое дано в Конституции. Не умеет применять право на то, чтобы при невыклате зарплаты приостанавливать производство, да, которое дает 142-я соединяя Конституции. Можно приостановить работу, написать бумагу об этом. Начальство приостанавливает, до выплаты зарплаты идти домой, или, так сказать, находиться на работе, читать капитал Маркса, или ждать, когда тебе принесут бумагу о том, что с завтрашнего дня, уважаемый Иван Иванович, вы будете получать зарплату и приступаете к работе. Так написано в 142-й статье. Вот люди думают, что нам делать, как нам быть. Так вы почитайте трудовые ходы для начала. То есть немножко поизмельчали наши профсоюзы. Поизмельчали, и, так сказать, недостаточно бы. Может быть, потому что буржуазные партии, они обзавелись, они обеспечивают руководство теми профсоюзами, которые они считают приводные ремни от этих буржуазных партий к массу. А рабочий класс в своей партии не торопится обзаводиться. Вот, скажем, есть процесс превращения общественного объединения рабочей партии России в партию рабочего класса. Но почему он так медленно идет? Хотя он все время поступает, поступает, поступает. Медленно. Потому что это в масштабах России надо, чтобы партия была могучая, такая большая, в том числе и количестве, во всех регионах, чтобы она могла действовать. А потому что рабочий класс думает, что кто-то за него эту проблему будет решать. Ему помогать будут. Много найдется людей, которые будут... В России всегда было много порядочных, образованных людей, которые будут помогать в партии рабочих. Всегда. Было и будет. Но если рабочий класс не будет бороться, то он, значит, забыл, что освобождение рабочего класса и сделало рабочего класса. И в политике, то есть в крупных вопросах без партии, ничего так-то не решишь, как вы не можете котлован вырыть маленькой лопаточкой. Не получится ничего. Вот поэтому это задача сегодняшнего дня. И эту задачу, ну, не буквально вот решают такие вот мероприятия, но эти мероприятия, они способствуют сплочению рабочих. И даже странно думать, что люди чего-то они делают, чего-то они не покупают, или на что они расходуют средства. Только не на то, чтобы встретиться со своим товарищем по борьбе. Так вот, люди не понимают, что если это борьба, то вас будут душить. И душат, душат, выгоняют с работы, и платят. Вот, скажем, это решение, которое было принято, оно должно было быть вспышку гнева. В переходе от объективной оценки условий труда, когда замеряют нам термометрами, температуру, влажность, соответствующие приборами и так далее, просто в субъективной оценке придет работодатель, потом поддерживающий его просоюзный какой-то руководитель или представитель, и они скажут их две трети, и работник подокажет, что у него, или будут доказывать, что у него вообще курорт, и он должен еще доплачивать за то, что ему разрешают кататься на таких вот машинах или смотреть, как крутится станок и так далее. Что это такое? Это вообще страшное наступление на интересы трудящихся, а трудящиеся, так сказать, как-то это когда-то отнесли безразлично, а у них сейчас начали отнимать годные отпуска, молоко, дополнительное питание, переводить игру в категорию, значит, позже отправлять на пенсию, хотя они изнашиваются раньше и так далее. То есть это страшные такие явления. И соответствующей реакции нет. Почему? Нету такого широкого взгляда, а широкий взгляд в одиночку не выработаешь. И вот в одиночку хорошо утонуть, потому что иногда никто не спасает. Это он, отдельные предприятия, отдельные коллективы и так далее. Вот в этом смысле у нас есть все необходимое для того, чтобы такую организацию сделать. Вот есть Красный университет, фонда рабочих агадемий. Кто может в нем учиться? Это каждый, кто хочет научиться, сказать, борьбе за дело рабочего класса. Учитесь, пожалуйста. Не хотите учиться? Понятно, ничего, никто вас не заставляет. Вот теперь есть университет рабочих корреспондентов, пожалуйста, кто хочет научиться писать, и разбираться, и самому выступать. Он может прийти в любой день на Чаковскую, и там послушать, и выступать. Калифицированные люди ему помогут. То есть у нас есть раз в полгода, раз в полгода собирается заседание Российского комитета рабочих. И вот все могли убедиться, что меняется состав тех, кто организовывает. И у нас, скажем, два консультанта Российского комитета рабочих, которые еще не выгонялищие, и никто их не выгнал из консультантов. Это вот профессор Каденов и профессор Пахов не присутствовали. Но присутствовали три других консультанта. Доктор экономических наук Мазов, доктор экономических наук профессор Золотов, кандидат в медицинский катастроф, товарищ Дегтярек. И, так сказать, прекрасное принятое решение. Все было пришло и налажено. Потому что это уже явление. И это, так сказать, такое явление неостановимое. И неостановимое, оно, конечно, зависит в той или иной мере от личности. Но не в такой степени, чтобы прям быть его или не быть. А в такой степени, что форма проявления, конечно, может быть. Кто-то так выступает, кто-то немножко по-другому выступает. Но без этого нельзя обойтись в организации дела. Ведь я всем советую посмотреть на Ленуру, на Ленинградском интернет-телевидении, материалы Российского комитета рабочих. Посмотреть на красном ТВ то, что... Сейчас, сами сидят. Позже, пожалуйста. Посмотреть на красном ТВ материалы Российского комитета рабочих. Это уникальная возможность познакомиться с тем, о чем думает сознательная рабочая Россия. А не пьяница, которая есть в подворотке. Подворотни. Или те люди, которые, и, так сказать, не квалифицированы, полуграмотно. Они говорят, посмотрите, какие прекрасные люди приехали, как хорошо говорят, и как ясно думают, и выражают свои мысли. Я думаю, что это... Вот и влияние. А я смотрю на так называемых левых, которые пасутся около красного ТВ, и много там всяких крестиков ставят, минусов и комментариев. Вот они какие-нибудь там звучные политические вопросы комментируют, обсуждают. А материалы России, что комитета рабочих, это им как бы неинтересно. Им неинтересна борьба рабочего класса. Поэтому и они неинтересны рабочему классу. Эти люди, которым неинтересна борьба рабочего класса, представляют собой худшую часть нашей интеллигенции. Лучшая часть нашей интеллигенции всегда была теми, кто борется за будущее, за прогресс. Как говорил Горький, тем, кто обижался, что и говорит, почему меня не считают рабочим, я же инженер. Он говорит, ну так вы же освещаете путь к рабочему движению, вы же ее прожектор, это еще лучше. И освещаете, зачем вам записывать себя в рабочих? Рабочих как раз нуждается в людях образованных, в людях интеллигентного труда, которые пошли бы им навстречу и могли бы им решить свои проблемы. И вообще, например, партия, это соединение социализма с рабочим движением. И, скажем, рабочий класс, он, кстати, не может выработать пролетарскую идеологию. Это дело научное и так далее. Об этом писал Ленин. Но без рабочего класса, без рабочих, которые составляют партии большинство, у партии может вылиться просто в кружок любителей научных таких проблем. Марктийский кружок. Это хорошо, это кружок, это полезно, но надо понимать, что это вовсе не та организация, которая может обеспечить подъем рабочего движения и решение классовых задач передовым классом нашей эпохи. А эпоха у нас, которую открыла Великая Октябрьская социалистическая революция сто лет назад, это эпоха пролетарских революций и перехода империализма в свою противоположность. Поэтому эту эпоху остановить невозможно. И поэтому даже, когда говорят, вот социализм потерпел поражение. Нет, социализм не потерпел, социализм потерпел поражение в некоторых странах. В тех странах, где вверх взяли ревизионисты. А чтобы они не взяли вверх, надо заниматься теорией, заниматься марксизм изучать, и ленинизм изучать. И вот Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше читали, почитали, поменьше почитали и побольше читали. Это плохо, что памятники сносят, а еще хуже, что люди, которые защищают памятники, не считают того, что написали те памятники, в которых стоят. Вот для беда главная, надо ее преодолеть. Михаил Сергеевич, главным вопросом на заседание Российского комитета рабочих и предшествующей ему научно-практической конференции был вопрос о сокращении рабочего времени. Совместимо ли это с выходом России из кризиса? Да, это очень совместимо. Иногда совместимо это, например, с вегеревским пониманием всеобщего и единичного. Нельзя всеобщее рассматривать, здесь всеобщее, здесь вот особенное, здесь вот единичное. Нет, не так. Есть только единичное, в котором есть и всеобщее, и особенное. Вот лозунг шестичасового рабочего дня это лозунг, в котором фокусируются сегодня все коренные интересы рабочих. Рабочий должен быть образованным, для этого нужно время. Рабочий должен быть отдохнувшим, для этого нужно время. Как улучшить условия труда сразу? Сразу. А так вот, чем короче рабочий день, тем лучше условия труда. Одно дело находиться в жаре 8 часов, 9 часов, 12 часов, другое 6 часов. Одно дело находиться во вредных условиях 8 часов, а другое дело 6 часов. Это разом улучшает условия труда. Чьи? Всех. У всех рабочих улучшатся условия труда. Они станут более образованными, более культурными. И тогда какой-то смысл будет иметь разговоры про умную экономику, про нововведение. Но какое нововведение, когда человек не может получить квалификацию, нет ни времени. Он приходит домой, падает от усталости. Он ходит по больницам, он дополнительно работает, чтобы заплатить за лекарства. А за лекарства он приходит заплатить, потому что слишком много работает. Он попал вот в такую воронку, ему никак отсюда не выбраться. В таких случаях надо искать главное звено, с помощью которого эта проблема решается. Вот таким главным звеном сегодня является борьба за 6-часовой рабочий день. Это вот лозунг, как во всяком лозунг, он подразумевает, что, конечно, при сохранении зарплаты и дальнейшем повышении, он, конечно, подразумевает улучшение всех условий, он, конечно, подразумевает все другие проблемы, но это вот концентрация вот в этом всеобщем, чтобы это был общий лозунг для всех. Это и касается и общественных работников, которые, как бы, неприлично, когда окончается рабочий день, идти домой. А нужно еще сидеть до полдесятого. И так далее. Это касается врачей, которые, значит, там вот никак им не уйти. Не уйти уже и по той простой причине, что больные никак не выздоравливаются, а на медицину все меньше средств выделяется. И врачей мало, и медсестер мало, и поэтому они, вроде, стараются, стараются, а это очень тяжело сделать. То есть, что предполагает переход, естественно, в общем, ну, другое вот перераспределение, значит, увеличение численности вместо того, чтобы увеличивать безработица. 4% безработных в России, 4% лишних, и в это же время наглые люди, близкие к власти, говорят о том, что давайте, говорит, мы сделаем налог на тунеядство. Я вообще согласен, надо сделать налог на тунеядство. А кто такие тунеядцы? Это капиталисты. С каждого капиталиста надо брать налог побольше. Ну, для начала давайте возьмем и установим прогрессивную систему налогообложения, как у всех странах. Вот это и будет налог на тунеядцев, потому что они же тунеядцы, они же все равно промотают это все. Ничего не останется в России. Все выводится в офшор, что это разве неизвестно, это и есть тунеядцы. А кто такие инвесторы? Это люди, которые вообще не занимаются никаким производством. Они, где сказать, мы даем деньги. А где деньги, деньги, где деньги? Это деньги, это чужой труд. Это паразиты, которые дальше хотят паралитировать. Буквально перевод инвесторов, Ранси, этот перевод можете прочитать в работе Ленина, и приведем как высшая стадия предприятий. Поэтому вот я думаю, то, что в центре внимания поставлено это дело, это значит только будет разворачиваться. Скоро выйдет буквально, я думаю, на следующей неделе выйдет книга 10 авторов, которые на базе, прежде всего, Нижегородского государственного университета, под руководством профессора Золотова разработали всю экономическую сторону перехода к 6-часовому рабочему дню. И на богатом материале, на фактах и цифрах показали, что в современной мировой экономике переход к 6-часовому рабочему дню только повысит ее экономические показатели. И наоборот, если я буду долго работать, я буду просто мало, плохо работать и долго болеть. Вот и все. Поэтому только вот когда мы говорим о нынешнем этапе развития производства, тогда нужны очень образованные работники, очень большие, отдохнувшие, умные и так далее, в это время по другому пути пойти нельзя. Вот этому был посвящен Российский комитет рабочих, это было главное звено. И это будет главное звено. Главное звено в нашей длительной работе, я думаю, что это и главное звено в праздновании столетия революции. Потому что Ленин говорил так, что лучший способ отпраздновать юбилей Великой революции сосредоточиться на нерешенных задачах. Не так ставить вопрос, вот какие были люди, наши деды и отцы, как они хорошо бороться, давайте за них выпьем, давайте за них поднимем, что-нибудь давайте, значит, похвалим, давайте выясним, как было здорово назад, как было здорово тогда. Ну давайте мы вот, наши деды и отцы перешли же к 8 часов рабочего дня, а в России было 11,5 часов рабочего дня. Это было 100 лет назад. Ну пора уже сделать следующий шаг. Вот на обложке книжки, там написано 19 век, 11,5 часов. 20 век, 8 часов, ну 21 век пошел, надо сделать новый шаг, и этот шаг должно сделать мировое рабочее движение. Российское рабочее движение является частью мирового рабочего движения, ну и Россия никогда не была в оригарде. Она должна быть в оригарде. Куда вы не поедете и с кем вы не встретите за границей, я вот убеждался, все смотрят на Россию, когда вы начнете. Вот я как-то в Бельгии беседовал с профсоюзниками, она говорит, ну вот, вы там после контрреволюции в России, вот у вас в Итере все сдали, а из-за этого у нас, говорит, закрывается предприятие, ухудшаются условия труда, социальные условия и так далее. Я говорю, так ли они говорят, что у нас вот есть культурная Европа, вот мы ждали, что она начнет. Но наступило такое время, все, вот сейчас ваше время, давайте, вы начните, а мы будем движение создадим. Руки прочь от бельгийских, там, так сказать, революционеров, там, британских, французских и так далее. Давайте. Он говорит, давайте пить пивку. Так что, хочу сказать, что, как показывает общение, так сказать, на международном уровне, все равно все смотрят на Россию. И вот как-то сейчас получилось, что борьба с американским фашизмом оказалась вот делом России. Хотя Россия буржуазная, но вот история поставила такое положение, что иначе не будет вообще России. Если она с фашизмом не будет бороться, продолжать, она бороться с немецким фашизмом, сейчас с американским фашизмом борются. Ну не будет бороться, не будет России, не будет России, не будет никакой истористической революции. Но люди, которые сейчас руководят, они понимают, что их тоже не будет. Разорвут, как Каддафи, или повесят, как Иракского государства Саддама Хусейна. Это всем уже понятно. Оказывается, как думали при Горбачеве и при Ельцине, что царство Тержгладь, Божие благодатья, оказывается, все смотрят на Россию просто как на большую территорию, которую желательно освободить от населяющего его народа. Вот и все. И на это все нацелено. И поэтому тот, кто думает, что, например, все эти военные действия и фашизация на Украине, это борьба на Украине, это ерунда. Это борьба против России. Прежде всего. И, наконец, если наши власти это поняли, что это борьба против России. И то, что там с юга начинают надвигаться, в Сирии, это тоже борьба против России. Но, кстати, сейчас там будет такая заворока, как в Ливии или как в Ираке. Это значит, что эти террористы будут непосредственно у нас под брюшем. Поэтому, совершенно правильно, то лучше останавливать это заранее. То есть это вот такая историческая миссия России. Россия, она была в авангарде. И, видимо, она и должна быть в авангарде. А в авангарде России должен быть рабочий класс. — Его партия. У заховляемой партии. — Да, рабочий класс во главе со своей партией. Не партия со своим классом, а рабочий класс во главе со своей партией. — Поскольку товарищ Сталин разъяснял гражданину Зиновьеву, что вот вы тут говорите про диктатуру партии, а надо, чтобы была диктатура класса, чтобы партия служила классу, а не класс, чтобы служил партия. Вот вы и хотите быть такими людьми, которым бы класс бы служил, был бы у вас на посылках. А надо, чтобы партия была на посылках у класса рабочего. Вот только так на этом принципе, вот рабочая партия России на этом строится, что вот все интеллигенты, которые входят в рабочую партию России, для себя отдают отчет в том, что они пришли сюда служить рабочему классу как авангарду, так сказать, мирового революционного режима. И я думаю, что вот они от этого не пострадают, а только разобьются. Потому что тот, кто служит великому делу, сам становится великим. Потому что только тогда человек развивается, когда он что-то великое делает. И когда он решает мелкие задачи, как себе набить карман, из него ничего путного не получится. И поэтому такие люди, или что у нас, богатые люди, или самые великие, или они как-то соотносятся. Да великие люди сплошь и рядом не богатые, а богатые сплошь и рядом идиоты. Но есть умные, но мало. Как, спрашивая народ, говорит, что Пушкин писал про новых русских, золотая цепь на дубе том. Есть еще вопросы? Да хватит пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok